Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Власть на связи с бизнесом, проблемы предпринимательской среды обсуждали сегодня на встрече с главой республики. Новые технологии. Уникальная тест-система диагностики рака. Проходят апробацию в онкодиспансере Чувашии. Теплая, яркая, золотая. В Чебоксарах открылась отчетная выставка Союза художников Чувашии осенью 2017. Сегодня в Чебоксарах с рабочим визитом приехал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Одна из целей визита – проверка готовности спасательных служб республики к выполнению мероприятий гражданской обороны. И знакомство с ходом работ по введению в эксплуатацию системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому телефонному номеру 112. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение безопасности – это приоритет государственной деятельности. Задачи органы власти понимают, эффективное взаимодействие организовано, встречаемся на разных площадках, соответственно, когда нужно внимание оказать сотрудникам МЧС, как МЧС, Чувашии всегда мы это делали, потому что работаем на общий результат. А когда есть на самом деле результаты нашей совместной деятельности по обеспечению безопасности, у людей появляется уверенность в завтрашнем дне, что органы власти беде их один на один не оставляют и не оставят. Вот это самое главное. Александр Чуприян, в свою очередь, рассказал, что познакомился с работой всех служб республики, обеспечивающих безопасность жителей. Мы поговорили здесь и про построение безопасного города сейчас. Я встретился уже с силовиками, ФСБ, МВД, еще у меня сейчас встреча была. Поэтому в целом производят неплохое впечатление. Мне осталось только вам пожелать хороших бюджетов на следующие и последующие годы. Идеальный вариант – это когда мы реагируем по факту, что происходит. Но лучший вариант идеального – это когда мы предупреждаем. Поэтому вот сейчас центр тяжести будет перемещаться на те мероприятия, которые дают им возможность все же быть чуть-чуть, наверное, дальневиднее. Завтра, 4 октября, отмечается 85-е годовщина со дня образования системы гражданской обороны страны. Как работает система оповещения в Чувашии? Далее. 112. Запомнить просто, набрать легко. Этот номер должен запомнить каждый житель Чувашии. Ведь пригодиться он может в самых сложных ситуациях. Из единой диспетчерской службы информация моментально должна направляться во все необходимые структуры, которые уже смогут оказать помощь. Мобильное реагирование операторов – это критерий успешной работы. Слаженная работа существенно сократит время от момента поступления вызова до оказания реальной помощи. На территории Чувашии служба ЕДДС создана во всех 26 муниципалитетах. Любые эти системы, они имеют переходный период. И никто не говорит от того, что даже если вы опытную эксплуатацию пройдете, и будет она в промышленной эксплуатации, то на этом мы должны забыть все насветить телефоны. Нет. Мировая практика показывает, что лет 15-20 в развитых странах, в той же Финляндии, 15 лет переходили. Поэтому дублирование все равно будет идти. Просто все в большей и большей степени будут как-то разгружаться и все. Но это нормальное явление. На сегодняшний день развернутый в столице сегмент системы 112 эксплуатируется в тестовом режиме. Для приема экстренных сообщений по телефону 112 в Чувашии создан свой центр обработки вызовов. Наши спасатели показали, как идет работа по введению в эксплуатацию службы экстренной помощи. Оборудование установили за счет федеральных средств. 19 миллионов из федерального бюджета было выделено в прошлом году на техническое оснащение. На внеочередное заседание собрались сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания. Основная тема – повестки дня выбора нового мэра. За историческим событием наблюдала наша съемочная группа. В повестке дня внеочередного собрания был один вопрос. А в бюллетенях одно имя – это Евгений Кадышев. Данную кандидатуру предложило партийное большинство собрания. Так получилось, что на этой трибуне я стою, потому что большинство предложило мою кандидатуру. И я пользуюсь тем, что сам родился и вырос в городе Чебоксар и не могу стоять в стороне. Остальные партии своих кандидатов не предлагали, но в политическом шоу отказать себе не смогли. Так мы не сразу поняли, куда неожиданно делся с трибуны Алексей Никитин. Оказалось, в это время он кланялся несвободному населению времен крепостной Руси. Мы не будем повторять термин, которым он назвал присутствующих. Так или иначе, самовыдвиженцев тоже не нашлось, так что у народных избранников было только два варианта – «за» и «против». Уважаемые депутаты, разрешите мне показать, что ящик для голосования пуст и в вашем присутствии его обчатся. Вот ящик. Судьбу города 35 присутствующих депутатов решили буквально за 15 минут. Число испорченных бюллетеней – ноль штук, число недействительных бюллетеней – одна штука, без каких-то знаков. Мы ее по акту сразу уничтожаем. Число голосов, поданных за кандидата Кадышева Евгения Николаевича – за 30 голосов против 3. Итак, у Чебоксар – новый глава. Руководство городом. Проректору Чигу имени Ульянова придется совмещать с работой в университете. Сегодня должность главы города на непостоянной основе. То есть у него будет основное место работы, где он будет находиться, работать, получать зарплату. Но это как дополнительная общественно-политическая нагрузка. Дополнительную общественно-политическую нагрузку Евгений Кадышев пообещал нести, не жалея, времени и здоровья. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. И сегодня же с избранным главой города Чебоксара Евгением Кадышевым встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. На встрече обсуждались вопросы развития столицы республики. Евгений Кадышев отметил, что сейчас в Чебоксарах создаются условия для развития бизнеса, ведется работа над исполнением бюджета. Активно в этом году формируется комфортная городская среда. Михаил Игнатьев, в свою очередь, подчеркнул, что должность главы города подразумевает работу на общественных началах. У столицы есть стратегии, перспективы. Очень важно, чтобы приоритетные программы поддерживало бизнес-сообщество. Власть на связи с бизнесом. Проблемы предпринимательской среды обсуждали сегодня на расширенной встрече с главой республики. Ключевые темы диалога – административные барьеры, несовершенство, законодательство, высокая налоговая нагрузка. Подробности у Дмитрия Ковалева. В конференц-зале Национального музея «Аншлаг» на расширенную встречу с главой региона и членами правительства пришли не только представители крупных заводов, но и малых предприятий. Таких в республике насчитывается порядка 45 тысяч. И они обеспечивают рабочими местами около трети от всех занятых жителей Чувашии. При наших встречах, обсуждая вопросы, всегда стремились, чтобы создать благоприятную, комфортную среду. Программа поддержки малого и среднего бизнеса эффективно работает. Буквально в прошлом году, в этом году мы почти 425 миллионов рублей безвозмездных субсидий выделяем. В республике дают зеленый свет инвестиционным проектам. Свои мощности намерены увеличить и в научно-производственном предприятии «Бреслер». Земельные участки крупной компании предоставили без торгов, но строительство новых корпусов забуксовало. Начали разбираться, выясняется. В свое время, на одном из участков было незаконное строение. Когда только появился проект, у кого-то возник соблазн. Если кто-то хорошо работает, на нем подзаработать. Сейчас земельный спор рассматривает суд. В правительстве региона ситуацию контролируют и оказывают предпринимателю поддержку. Мы на вашей стороне. Остаемся и понимаем, что предприятие должно развиваться. Там действительно серьезный проект масштабный, нацеленный на импортозамещение. Мы ждем, пока в законную силу вступит решение суда. После этого сможем реализовывать инвестиционный проект. Немало вопросов у предпринимателей возникает и к налоговой службе. Бизнесмены жалуются на трудности при оформлении счетов. 1 октября в счетах факторов мы должны указывать адрес на хозяина компании, в соответствии с выпиской из ИГРЮ. По конституции наша республика называется Чувашская республика, Чувашия. В выписке из ИГРЮ Чувашия, Чувашская республика, мы уже получаем соответствующие замечания от наших контракетов. У нас есть административный регламент Федеральной налоговой службы, который, в принципе, и утвердил порядок формирования названия региона в едином государственном реестре юридических лиц. Оказать помощь в этом вопросе республиканской налоговой службе готовы в прокуратуре. Мы приведем все это в соответствии с действующим законодательством, в том числе и конституции конкретных субъектов. Это принимается элементарно. Окажут поддержку и недавно созданному союзу «Деревенский дворик». Предприниматели намерены создать целую сеть магазинов, где будут реализовывать только Чувашские продукты. В середине октября планируем открытый третий магазин в городе Новочепорцарск. Основная цель – это обеспечить население Чувашской республики экологически чистой, натуральной и качественной продукцией по доступным ценам за счет данных поставок производителей и беспосредников. Надо браться за это дело и создавать еще больше точек, чтобы они в шаговой доступности могли обеспечивать качественные продукции. Я только за. Управление Роспотребнадзора Бочевашской республики констатирит о том, в магазинах шаговой доступности качество продукции намного лучше, чем в федеральных сетевых магазинах. Желающим задать вопросы властям отведенного регламента не хватило. Предприниматели говорят, что в таком составе необходимо встречаться чаще. Глава республики эту идею поддержал. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Российские ученые разработали уникальный биочип, который позволяет быстро выявить злокачественное новообразование. Изобретение уже получило все необходимые патенты и сейчас проходит апробацию в онкологическом центре имени Блохина в Москве и в онкодиспансере Чувашии. А новый тест-системия в нашем репортаже. С помощью этой стеклянной пластины можно выявить любой ветра за несколько часов. В каждой из 15 ячейк находятся антитела и красители, которые реагируют на определенный тип онкозаболевания. Мы хотим определить, как работает биочип. Забираем материал. Здесь ровно 50 микрограмм. Наносим в ячейку и распределяем равномерно в каждую ячеечку. Затем образец помещают в термостат, после под микроскоп, который выводит все данные на компьютер. Вот такое вот свечение мы видим. Видите, вот это вот клетки. Вот это вот клеточки опухолевые. Вот так вот они светятся. Другой вариант определения раковых клеток с помощью сканера. Он автоматически просматривает биочип и делает снимки всех ячеек, которые затем сохраняются в специальном журнале. Мы можем открыть любую ячеечку и посмотреть, какая там была реакция. Приближать, двигать. Этот вид диагностики поможет врачу дать прогноз по течению болезни и подобрать нужную терапию. Еще один плюс – низкая себестоимость. Для проведения исследования не нужны ни дорогая лаборатория, ни большой штат специалистов. Диагноз можно будет узнать на плановом осмотре в поликлинике. На первичном звене, после того, как мы так надеемся, что метод получит регистрационное удостоверение, будет активно применяться в наших районах, чтобы там выявилась онкология и пациенты уже поступали к нам. Когда выявление идет на ранней стадии, соответственно, лечение проходит уже совершенно все по-другому. Регистрационное удостоверение биочип должен получить уже в будущем году, после чего поступит в массовое производство. Использовать этот метод в онкологии, кроме Чувашии, планируют в Нижнем Новгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге и других регионах. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах собираются объединить две детские больницы. Реорганизация коснется первый и третий поликлиник. В тонкостях слияния медицинских учреждений разбиралась Татьяна Трофимова. Все поликлиники-врачи остаются на своих местах. Это главное, говорят, в первой детской больнице. Никаких глобальных изменений для маленьких пациентов не произойдет. Единственное, сократится административная часть первой поликлиники. А освободившиеся кабинеты отдадут участковым педиатрам, либо подпроцедурные. Во-первых, что важно для меня, как для врача, я получу больше возможностей в плане обследования ребенка, более современную лабораторную базу, что мне, конечно, поможет в лечении. Объединение детских поликлиник к тому же увеличит доступность и качество медицинской помощи. Посещать узких специалистов станет проще. Исчезнет необходимость в номерных талонах. К врачу можно будет попасть быстрее по предварительной записи. Ну, это удобно, это недалеко. И очередь, наверное, не такая большая будет, когда принимают в своей больнице, а не в чужой. У меня трое детей, я всегда обращаюсь в эту поликлинику. Мне здесь нравится. Очень довольны мы своим педиатром. И мы всегда быстро выздоравливаем, потому что правильно всегда все назначают. И, конечно, приходится обращаться к другим докторам тоже. Городская детская больница номер один расположена по улице Ахазова. Кроме этого, у нее есть филиалы на Мичмана Павлова и Афанасьева. Детям, проживающим в прикрепленных к больницам районах, вся медицинская помощь будет оказываться в тех же подразделениях и теми же специалистами. В то же время пациенты получат возможность проходить обследование в единой больнице на современном оборудовании. Вот, кстати говоря, это рентгеновский аппарат переносной, который позволяет нам сделать рентгеновский снимок больному, который находится в палате интенсивной терапии на кроватке, никуда его не перемещая. А оборудование в третьей детской больнице действительно передовое. Недавно в поликлинике появились аппараты УЗИ экспертного класса. Они позволяют оценить состояние внутренних органов детей. Пациентов не нужно отвозить на обследование в другие кабинеты. Можно просто привезти сам аппарат. Также в больнице есть компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Детям оказывается квалифицированная помощь в самых различных угрожающих их жизнеобстоятельствах. Мы приняли решение в городе создать одну городскую детскую клиническую больницу. То есть то, что мы сегодня называем третьей детской, она в перспективе будет одной больницей, все поликлиники по шаговой доступности. Со временем ожидается полное объединение детских больниц в городе. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика. Как противостоять терроризму и экстремизму? Что могут сделать журналисты в экстремальной ситуации? Мининформ Республики проводит двухдневный семинар для журналистов, ведущих республиканских изданий. Эксперты рассказали представителям медиасообщества о психологических аспектах борьбы с терроризмом, о новых методах пропаганды и распространения ложных ценностей. В сентябре по всей стране прокатилась волна анонимных звонков о заложенных бомбах. По словам телефонных хулиганов, бомбы были заложены в школах, торгово-развлекательных центрах, административных зданиях и общежитиях вузов. Однако, по сообщениям местных правоохранительных органов, никаких бомб в результате проверок обнаружено не было. Но на место выезжали сотрудники полиции и МЧС. Десятки день спецтехники, сотни медиков. Затрачены немалые средства. Есть и психологическая составляющая таких ситуаций. Татьяна Синицына, старший научный сотрудник Федерального медицинского биофизического центра, как психолог работала во многих чрезвычайных ситуациях. Говорит, что всегда прослеживаются определенные поведенческие закономерности, основываясь на них и строится план действий. Специалисты знают, что происходит с ним в первые 15 минут, что происходит в последующие 3 часа, в последующие 6-9 часов. И мы можем сказать человеку, что это ненормальные, это не ситуация ненормальная, а реакции человеческие, они все нормальные реакции в ответ на ненормальную ситуацию. Если мы знаем, какие реакции могут быть первые часы, если их нет, как они могут проявиться более отсрочное время, чего надо пугаться, чего не надо пугаться, как нарушается сон, как можно его восстановить, как можно помочь близкому человеку, если он даже был коротко временем в этой ситуации. То есть наша цель – помочь справиться с тяжелой ситуацией какой-то жизненной. Эксперт также отметила, что на представителях средств массовой информации лежит огромная ответственность. Важно не только донести оперативную и достоверную информацию о ликвидации чрезвычайной ситуации, но и поддержать людей, следящих за развитием событий. Слово играет важную роль, считает выпускающий редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Елена Дорошенко. И от того, в каком контексте его употребляют, во многом зависит, станет ситуация взрывоопасной или нет. Самые привычные термины, например, шахид какой-нибудь, уже прижилось, уже разбежалось, разошлось, попадает в тот контекст, когда предложение с этим словом становится взрывоопасным, и пошло-поехало вплоть до разделения, вплоть до возникновения национальной розни. Соответственно, мы смотрим на происхождение слова, мы смотрим на контексты, где оно и как употребляется, мы обращаемся за советом, условно говоря, к знатокам, людям постарше, то есть понимаем, что и мусульманское духовенство нам здесь очень-очень помогает. Нам нужна именно, скажем, оригинальная, исходная точка зрения, то есть мы отталкиваемся от источников, мы не пропускаем такие простые какие-нибудь словечки, фразочки, которые, ну, вроде как понятно, что это означает, на самом деле может поиметь очень-очень серьезные эффекты и последствия. Эксперты отметили, что неважно, в каком регионе вы живете, спокойном или не очень, главное знать, как правильно действовать в экстремальной ситуации, чтобы сохранить здоровье и не поддаться панике. Татьяна Молокова, Дина Кустава, Александр Петров, Республика. Осень для художников, время осмысления новых тем и идей, они рождаются, как правило, после летних пленеров. В Чебоксарах в Центре современного искусства открылась отчетная выставка Союза художников Чувашии «Осень-2017». Теплая золотая осень на улице городов и живописная природа Чувашского села. На полотнах художников все сверкает яркими красками. У осени богатая цветовая палитра, и это очень привлекает живописцев. В экспозицию вошло свыше 200 работ, написанных в самых разных жанрах изобразительного искусства. Осень – это самое любимое время года, когда природа меняется, зелень приобретает такой очень прекрасный золотистый багрянец, желтые такие становятся, леса, поля там. Ну, в общем, эта природа наполняется красками жизни. Ну, вот и захотелось, конечно, вот в первый день, как бы первые дни, значит, осени, сентября, написать вот как бы родной уголок своей любимой дачи. Кроме признанных метров живописи, в полный голос заявила о себе и молодежь. Она продолжает развивать лучшие традиции чуварской живописи. На этой выставке у меня представлено три работы. Две из них выполнены на пленэре, на котором я побывала в этом году. Вдохновляет меня прежде всего природа. Осень очень люблю, так как она богата цветами, красками. Эти картины мне особенно понравились. Каждый пытался выразить как бы свой внутренний мир и как видеть картины. Одни делали мазками, а другие делали акварелью. Если честно, мне больше нравится, конечно, акварель, но картины с мазками, они, если смотреть издалека, то выглядят по-другому, чем сблизи. Картины, как барометр, улавливают малейшие колебания настроения художника. Тут яркие красно-желтые краски бабьего лета и серая пелена дождя. Рифат Фаткулин, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. Легендарный автогонщик и путешественник, неоднократный рекордсмен книги Гиннесса Райнер Цитлоу в Чебоксарах. Летом этого года он установил мировой рекорд – 12,5 тысяч километров всего за пять дней. Где проходил его путь и на каком автомобиле он был пройден. Сюжет об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Путешествия для Райнера – занятие привычное. На его счету множество достижений мирового уровня. Но рекорд такого типа был установлен впервые. Маршрут автогонщика проходил через страны Средней Азии, Иран, Турцию и Балканский полуостров. Пять дней, 18 часов и 22 минуты. Это почти по 100 километров за час. Позабыв про еду и сон, маршрут стал современной интерпретацией знаменитого «Шелкового пути». Вы знаете, что в 13 веке жил знаменитый итальянец Марко Поло. Он был первым, кто отправился в Китай с целью торговать и вернулся домой, нагруженный «Шелком». Его поездка длилась 4 года. Я подумал о том, чтобы повторить его путь. Но, конечно же, хотел сделать это побыстрее, чем за 4 года. Для такого маршрута необходим надежный автомобиль. Для своей экспедиции путешественник выбрал «Фольксваген Сигуан» с турбированным двигателем, объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Результат фантастический. За время поездки не произошло ни одного технического сбоя. Более 12,5 тысяч километров пройдены легко и комфортно. Путешественник со своей командой настолько доверились известной немецкой марке, что даже не взяли с собой запасное колесо. Но Райнер уверяет, что «Фольксваген» — это и российская машина. Этот автомобиль собран и произведен в Калуге. Совершенно ничем не отличается от той, которая сделана в Германии. Поэтому это и ваш российский мировой рекорд. У чебоксарцев появилась уникальная возможность пообщаться с человеком-легендой лично, взять автограф и сфотографироваться с ним и его знаменитым автомобилем. Именно на машинах этой марки Цитлоу совершил свои самые запоминающиеся путешествия. Рифат Фадкулин, Арена Гавеля, Республика.